Приветствую всех на своем канале, а перед тем, как мы посетим очередной город, хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит палец вверх и путешествует вместе с нами. Ну что ж, очередной город по вашим просьбам. Нефтьюганск. Поехали! Нефтьюганск. Третий по размеру город в Хантамансийском автономном округе. Население на 2021 год составляет 128 тысяч человек. Нефтьюганск расположен в центральной части западно-сибирской равнины, юго-восточной части Югры. Находясь на правом берегу протоки Юганская Обь является единственным городом в округе и среднем Приобе, расположенном на островной территории. С севера его умывает река Обь, а с юга ее протока Юганская Обь. История города начинается с лета 1961 года, когда на берегу Юганской Оби, около Усть-Балывских юрт, выделился отряд геолога-разведчиков. Осенью того же года ударил первый нефтяной фонтан, а зимой 1962 года из скважины ударил фонтан суточным дебетом нефти до 700 тонн. Таких в Тюменской области еще не было. После этого поселок геологов стал бурно расти. На сегодняшний день в городе функционирует порядка 60 образовательных учреждений, 8 учреждений культуры и искусства. Крупнейшим городообразующим предприятием является Юганскнефтегаз. Крупнейшая в составе Роснефтекомпания является одной из передовых нефтедобывающих предприятий России. Перед каждым своим путешествием возникает вопрос, как добраться до следующей точки своей локации. И пусть в Нефтеюганске нет аэропорта, но я не понимаю, почему город населением более 100 тысяч обделили железной дорогой. Ближайшая железнодорожная станция находится в 50 километрах в городе Пытьях. Железнодорожный путь напрямую идет в Сургут, минуя административный центр Нефтеюганского района. Почему нельзя было проложить железнодорожный путь через Нефтеюганск? Для меня этот вопрос так и остался загадкой. Одной из главных локаций в городе это набережная. Здесь открывается потрясающая панорама на речную даль и сибирскую тайгу. Вот такой красотой здесь можно полюбоваться. Продолжение следует... Мы находимся у главного памятника Нефтеюганска, который называется Первопроходцы. Масштабный монумент был торжественно открыт в 2012 году. В центре комплекса возвышается островерхая стела, увенчанная гербом города. С обратной стороны от нее расположены барельефы, иллюстрирующие добычу нефти и эпизоды из истории края. Также возле набережной установлена белокаменная ротонда. Город, рожденный нефтью. Координаты нефтьюганска. Мы в нефтьюганске. Вы только посмотрите, какой вид открывается с ротонды. Еще лучше, чем с набережной. Прикольное место для фотосессий. Если вам интересна история и хронология освоения нефтяных месторождений 60-х, то рядом с набережной вы можете посетить культурно-выставочный центр Усть-Балык. Знаете, прогуливаясь по городу, заметил один факт. Нефтьюгански отсутствуют парки. Чтобы вы понимали, ни одного благоустроенного лесного массива в городе. В том же самом соседнем Сургуте уже 5 парков, а возможно уже и больше. Нефтьюганск, к сожалению, этим похвастаться не может. Да что там говорить? Даже в Пытьяхе, который в 3 раза меньше, и то есть парки. Нефтьюганск, где твои парки? Заскочил в пекарню, которая находится рядом. А все потому, что у меня древняя башка. Древняя. В общем, в смысле я забыл аккумулятор. Дополнительный аккумулятор вот на этого товарища, которого поставил на зарядку. Приходит сеть заряжать. Взял кофе, сочник. Но теряю самое главное, драгоценное это время. Почему? Потому что пока у нас солнце, то попить кофе и выйти на улицу, там может быть дождь. А может быть и снег. Это Сибирь, она непредсказуемая. Теряю время. Дрявая башка. Ну все, мы подкрепились, зарядились, едем дальше. Кстати, можете обратить внимание, что я уже в футболке, а все потому, что это сибирская погода. Не было дождика, не было снега, стало пипец как жарко. Все, едем дальше. Мы находимся на центральной площади Нефтьюганской. Здесь на площади проходит ярмарка. Шашлык, лашлык, все дела, люди веселятся. Ну не странно, теплая погода. Осталось буквально два дня, и через два дня начнется настоящая осень. Холод, дождь, все дела. Поэтому весь Нефтьюганск вышел на улицу и встречает, провожает последние дни лета. Классное место, чтобы пройти с коляской. Идешь такой, идешь, пац, колесо застряло. С той стороны так же. Еще один классный переход для мамочек с колясками. Кстати, о наболевшей теме известного блогера по поводу цвета заборов, ограждений в городе Сургут. Спешу сообщить, что в городе Нефтьюганск все ограждения вот такого цвета. На территории храма есть вот такой вот проходик маленький. Сейчас попробуем пролезть. Ай-яй-яй, елочки, колючие. И вот здесь вот такой вот памятник. Памятник Атаману Сибирскому Ермаку Тимофеевичу. Непонятно, почему к памятнику нет прохода. Все огражено елочками. И только вот маленький проходик, который не замечу с первого взгляда. Я, если честно, два раза обошел здесь и только на последний случайно, буквально случайно заметил. Странно это все как-то, если честно. Почему Ермака Тимофеевича? Закрыли. Непонятно. Кстати, друзья, недавно посетил город Тобольск. И помимо города побывал в легендарном месте сражения дружины Ермака Тимофеевича с ебельским ханом Кучумом. Поэтому обязательно подписываемся на канал и ждем видосик. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Потому что вся эта серая атмосфера в обычных городах, она просто приелась И когда есть какие-то цветные краски, они придают какую-то, ну, небольшую, ну, хотя бы какую-то радость Поэтому цветной город Нефтьюганск, лайк! Одна из главных проблем северных городов, в частности Нефтьюганск, это переселение людей с ветхого жилья Мы забрали в такой район, где очень много двухэтажек, и здесь полным ходом идет снос Вот вы видите прямо за моей спиной, снос домов, все они пустые Да, есть дома, которые еще ждут своей очереди, но я очень надеюсь, что это видео увидит администрацию Нефтьюганской И сделает все, чтобы ускорить процесс переселения людей Друзья, гулял по Нефтьюганску и познакомился с очаровательной девушкой, девушку зовут Татьяна Татьяна согласилась ответить на несколько вопросов Татьяна, пожалуйста, назовите основные плюсы и минусы Нефтьюганской Ну, мне сложно так объективно, наверное, сказать, потому что я сама нефтьюганка, северянка То есть мы сейчас о плюсах? Сейчас начнем о плюсах, да А то я уже растерялась Сначала о плюсах, потом продолжим о минусах Так, рядом с вами такой очаровательный молодой человек Ну, что касается плюсов, во-первых, у нас город, конечно, молодой Он северный, нефтяной, очень много приезжих, это здорово Мы тут все контактируем, взаимодействуем Что еще о плюсах? Город маленький и можно просто-напросто везде всегда успеть Даже если какие-то пробки, непогода Оставляешь свой автомобиль где угодно И за полчаса ты в любой точке города плюс еще ты смотришь, любуешься В принципе, у нас сегодня тепло В общем, мобильный город? Да-да-да, ну, вроде как все Хорошо, какие же минусы? Минусы? Ну, у нас нет моря Да, не так хочется моря Вообще-то грех сейчас жаловаться, очень теплая у нас осень Но моря нет, поэтому все мы выезжаем куда-то на юга А если бы было море, то мы бы всех принимали здесь Было бы вообще вот так вот Зато у нас большой отпуск, 51 день И даже льготные раз в два года Это да Ну, в общем, минус только климат для меня Я не знаю, как вам А у вас, вы заметили какие-то плюсы уже у нас здесь? Да, я уже аргументировал, что здесь очень цветной город И это радует глаз, потому что поднимается настроение Вся эта серая движуха в обычных городах Она, честно, надоела И когда ты видишь яркие краски Особенно в северном городе То настроение твое зашкаливает Просто приезжайте в Нефтьюганск Всем пока! Друзья, для отдыха на природе недалеко от Нефтьюганск Есть база отдыха Парус И мы прямо сейчас посетим это место Также помимо мангальных зон домиков для отдыха На базе есть зоопарк Предлагаю посмотреть его Субтитры сделал DimaTorzok 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 Находится в клетке ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok